Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Совершенно случайно в нашей редакции оказался черновик соглашения между Минприродой и компанией Allerun Plus на 112 миллионов рублей. Подробнее смотрите в этом выпуске. Заседание Комитета по бюджетной налоговой политике Городской Думы. Новые деньги в казне Читы. Сколько и на что расскажем далее в выпуске. Покидая казенные стены, родные они так и не приобретают. Речь в этом выпуске пойдет снова о сиротах. Все подробности в сюжете. Снег растаял и показал истинный облик Читы. Мусор, ямы и незаконченный ремонт дорог. Подробнее в этом выпуске. Теперь об этих и других событиях расскажем подробнее. Правительство края готовит соглашение с Allerun Plus на 112,5 миллионов рублей. За что такие бонусы мусорщикам и на каких условиях? Смотрите прямо сейчас. Совершенно случайно в распоряжении редакции канала ЗАП-ТВ оказался рабочий документ из кабинетов на Чайковского, 8. Это черновик соглашения между правительством Осипова в лице министра природных ресурсов Сергея Немкова и директора Allerun Plus Елены Курдюмовой. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Забайкальского края в 2024 году субсидии на компенсацию недополученных доходов, возникших в результате организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами и связанных с предоставлением коммунальной услуги. Из документа следует, что чиновники планируют, как истинному монополисту, возместить Allerun Plus 112 641 485 рублей и 19 копеек в качестве выпадающих доходов. Но если ТГК-14 в подобных отношениях рисует цифры с потолка, а потом идут с ними в суды, то к Allerun подход немного иной. Черным по белому написано, деньги мусорный монополист получит только при соблюдении некоторых условий. Причем Allerun Plus пытался поставить свой отчет о достижениях в условия, а именно в приложение к соглашению номер один. Но этот шаг кто-то властно и логично пресек и внес правки. Вообще, правки в этом черновике самые интересные. Если этот документ перейдет в настоящее соглашение, то 112,5 миллионов Allerun сможет получить только в случае, оказав услуги по обращению с ТКО всему населению в зоне действия регоператора. 100% отсутствие жалоб на Allerun Plus от населения и предприятий. Оформление всей техники на Allerun Plus, а не на субподряды типа автолидера. И вывоза любого мусора в долговое обслуживание. Сможет ли, подтянет ли регоператор такие условия? То есть нормально работать, как того и ждут жители и тот самый чиновник, что правил документ. Комментировать по телефону или на камеру представители Allerun Plus отказались. Отправили писать запрос в приемную. Писать запрос мы не будем, потому что ответ вот он. На улицах, в лесах, на мусорных площадках и жалобах жителей на работу регоператора. Да и откровенно говоря, это пояснение нужно больше Allerun Plus, чем нашей редакции. А вот к Минприроды у нас только один вопрос. Кто будет следить за выполнением условий этого документа, если он войдет в силу? Ответ такой. Если и будет такое соглашение, то отвечайте, следить за ним будет Минприроды. Пока же говорить о деньгах рано. Средства на счет министерства не переведены. И решение по соглашению пока не принято. Однако, вот еще наблюдение. Учитывая суммы со множеством нулей по буксующим концессиям и вливанием в ДГК-14 112 миллионов для борьбы с мусором, это так себе. Сущие копейки. За мою деятельность. А, так это зарплата? Да, это все. Да, я же здесь про... отработал же. Вячеслав Бархницкий, Евгений Погорелый и Иван Корнеев. ЗАПТ-ТВ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Депутаты Комитета Городской Думы Читы одобрили изменения в бюджет на сотни миллионов рублей. А исполняющий обязанности руководителя мэрии Андрей Гринишин кратко отчитался о работе в 2023 году. Все подробности смотрите далее в нашем сюжете. Четверг, 21 марта. Заседание Комитета Городской Думы Читы по бюджетной и налоговой политике. Сегодня депутаты утверждают изменения в бюджет краевой столицы и слушают отчет о работе руководителя администрации Читы. Вот только без самого руководителя. Первый вопрос – поправки в бюджет. Доведена субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2024-2025 год по 11 миллионов и 70-х. И 2026 год на 14,7 миллионов рублей. На разработку проектной документации благоустройство набережной реки Чита в сумме 200 миллионов рублей. Формирование современной городской среды на благоустройство общественных территорий 57 миллионов рублей. На благоустройство дворов город даст 133,5 миллиона на модернизацию уличного освещения в Чите 317 миллионов 800 тысяч рублей. Больше 36 миллионов уйдет на реконструкцию частного питомника Амодова. На оценку участков, которые планируют изъять под строительство троллейбусной линии на КСК 700 тысяч рублей. На открытие детского сада в поселке Каштаг на 110 мест и его присоединение к юридическому лицу школу номер 55 – 2 миллиона 700 тысяч рублей. К слову, максимально непонятная статья расходов. Следующий на повестке – отчет руководителя администрации Читы о результатах деятельности в прошлом году. По идее, это отчет Инны Щегловой, но ее, как всегда, нет. Очень много разных дел. Вместо нее ответ держит зам Андрей Гринишин. Год, конечно, 23-й был достаточно напряженный, но в то же время был достаточно и плодотворный. Ремонтировали дороги в рамках БКД, что, в принципе, у нас в прошлом году достаточно неплохо получилось с точки зрения негативных воздействий на движение транспорта. То есть, своевременно вышли подрядчики, опилили, работы проводились и в ночное время. Особенно неплохо у городских властей получилась улица Новобульварная, когда почти никто из представителей Сбутина 39 не мог нормально объяснить, почему на крупном объекте в день работают по три человека. По дворовым территориям также в прошлом году, в принципе, учли ошибки прошлых лет. Соответственно, с жителями отрабатывали все моменты по дворовым территориям. Без каких-то, скажем так, скандальных моментов у нас прошла эта программа. Все было сделано своевременно. И, в принципе, нареканий особых и по качеству, и от жителей мы не слышали. Тем не менее, и по уборке улицы в зимний период 23-го года мы, в принципе, работы не останавливали. Все продолжается, все работает. Мы, соответственно, проводим некоторые мероприятия, которые, надеемся, позволят вывести это все-таки предприятие на нормальный уровень работы, рентабельный. Что касается ДМРСУ, то его реорганизуют. Функции перейдут новому учреждению, некоему МБУ благоустройства ЧИТа. Завершить процедуру планируют в этом году. Благоустройство ЧИТа возглавляет бывший замначальника УГИБДД Забайкалья Владимир Рязанцев. Напомним, что ДМРСУ было образовано в 92-м году. На конец 2022 года убыток организации составил без малого 105 миллионов рублей. Поэтому на 2024 год у нас также запланировано продолжение всех мероприятий. Это и ремонт дорог, это и завершение новобульварной улицы, газификация. Поэтому в части городского хозяйства, в принципе, у нас работа ведется, проблемы решаются. Поэтому отработали, в принципе, сложно, но стабильно. Будем дальше работать. Тяжело стабильно. Уже как лозунг Читинской администрации. Валерия Наумова, Евгений Погорелый, Павел Шухляев. ЗАПТ-ТВ. Распоряжение об отмене, сокращение сотрудников службы единого заказчика СЕС. В Забайкальском крае, начавшихся месяц назад, издало Министерство строительства региона. Документ подписан министром строительства Аленой Кужиковой. Сотрудники службы единого заказчика начали, напомним, получать уведомления о сокращении с 15 февраля. Некоторые руководители службы единого заказчика начали уходить, не дожидаясь сокращений. По последней информации, служба единого заказчика края окончательно перестанет существовать к июню 2024 года в связи с реорганизацией. Разделение службы единого заказчика анонсировал еще бывший заместитель председателя правительства Забайкалья Игорь Дубровин. Планировалось, что вместо СЕС будут три отдельные структуры. Одна займется определением подрядчиков, вторая будет контролировать строительство объектов, третья – дорог. В сентябре 2022 года, между тем, в службе единого заказчика прошла серия арестов из-за взяточничества. В том числе были арестованы главный инженер Виталий Чумаков, заместитель директора Виктор Гусляков и начальник управления капитального строительства Владимир Имеков. Модульное пожарное депо планируют построить в селе Смоленко Читинского района. Информация о госзакупках размещена на сайте. Начальная, то есть максимальная цена контракта составляет без малого 95 миллионов рублей. Прием заявок от потенциальных поставщиков завершится 27 марта. Заказчиком выступает «Забайкал-Пош-Спас». По контракту поставщик обязуется передать в собственность заказчика быстро возводимое модульное здание пожарного депо и сборных конструкций, которое должно быть укомплектовано всеми инженерными системами и полностью готово к эксплуатации. Финансироваться все будет из регионального бюджета. Централизованного отопления в Смоленке, напомним, нет, поэтому население использует печи и котлы, из-за чего нередко случаются возгорания. В случае возгорания местным приходится ждать пожарных из Читы. В феврале прошлого года жители создавали петицию о строительстве пожарной части в Смоленке. В январе этого года в Смоленке за один вечер загорелись сразу два дома. Прокуратура Забайкальского края возбудила два административных дела на проектную организацию в Чите. Ее представитель дважды передал через посредника 50 тысяч рублей начальнику отдела управления архитектуры города. Об этом 20 марта сообщается в телеграм-канале ведомства. Прокуроры установили, что взятки представитель организации через посредника передавал в 20 и 21 годах, чтобы компании выдали разрешение на вот в эксплуатацию двух зданий. В статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица предусматривает штраф до трехкратной суммы взятки, но не меньше миллиона рублей с конфискацией денег. Уголовные дела в отношении фигурантов взяточничества расследуются. В апреле 23 года следователи предвели обвинение начальнику отдела управления архитектурой Читы в получении взяток за ввод объектов в эксплуатацию. Его сразу задержали. По данным источников, задержанным был Владимир Носарев. На сайте администрации Читы указывалось, что он руководит отделом разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию комитета городостроительной политики администрации города. Как сообщили СМИ, Носарев подписал разрешение на ввод двух зданий в эксплуатацию по улице Бабушкина. И снова мы говорим о забайкальских сиротах. Многие представители этой категории оказались лишены не только родительской заботы. Положенную помощь от государства им также приходится выпрашивать со слезами, как это делает героиня этого материала, жительница Шилки, Надежда Меркушева. В забайкалье с сиротами не церемонятся. Вот они и ходят кругами по своему личному аду, который выводят либо на свою квартиру, либо на журналистов. Надежде Меркушевой 34. Рослая воспитывалась в социальном учреждении поселка Новотроицк Болейского района. На учете как сирота, нуждающаяся в жилье, стоит с 2008 года. Покинув казенные стены, ей предложили комнату в общежитии, однако предупредили. В таком случае потеряет льготы на квартиру. Отказалась. Ждала положенные квадратные метры, скитаясь по арендованным углам. Однако своей крыше над головой героине сюжета предстояло ждать не один десяток лет. Ее очередь в общем списке 1207. Тогда она обратилась в суд, став уже 54. Однако от смены цифр на бумаге в ее жизни все-таки осталась на прежнем месте. Пошла в наш орган опеки к Золотухиной. Задалась таким же вопросом. Жить мне негде. Что мне делать? Они сказали, говорят, у вас много таких, которым жить негде, сиротам. И она мне сказала, что типа вы еще лет 10-20 будете ждать и вообще в своей очереди не дождетесь. Следующий день я пошла к Шайдорове Калине Викторовне со слезами. Она подняла, я ее ждала, ее не было. Я сидела, плакала. Она меня увидела, она сказала, вы опять пришли. Я же вам сказала, что я вам ничем помочь не могу. Я говорю, мне жить негде, куда мне идти. Не услышав ответа на этот вопрос, героиня сюжета дважды обратилась в администрацию президента, а после снова пришла к заместителю, руководителю администрации городского поселения Шилкинское, Елене Шайдуровой. Как выход из ситуации, чиновница предложила Надежде временно пожить в бараке, хозяин которого отбывает срок в тюрьме. Там, извините, жить невозможно долго за свет. Квартира вообще как, не знаю, ну, вообще в плохом состоянии. Я отказалась. Потом я уехала в Читу, пыталась там устроиться на работу и как-то, ну, жила у знакомых. Надя, а вы сейчас-то где живете? Я сейчас проживаю в городе Шилка. Снимаю квартиру до мая месяца. Вот меня хозяйка пустила. И после мая месяца я вообще, я не знаю, куда я пойду. Мне просто некуда идти. Общая сумма подработок, со слов сироты, составляет всего 8 тысяч рублей. Пять из них отдает за аренду. В планах официально устроиться на работу. У женщины трое несовершеннолетних детей, которые не живут с матерью, но та старается помогать им деньгами. Это грустная глава ее жизни, которую она писала, будучи молодой и глупой. Плохо жила, в общем, не на что было жить. И у меня забрали детей. Давали мне, ну, там, срок, чтобы я восстановилась. Мне просто, ну, руки опустились, мне не было, как бы, ну, не помощи с той стороны. И сама я тоже, ну, не думала ни о чем вообще, как бы, ну, мозгов, может, не было на тот момент. Но сейчас, на данный момент, с детьми я общаюсь в хороших отношениях. Поэтому по мере своей возможности я выплачиваю им элементы. И, ну, как бы, сама им то, что они просят, там, мама, там, отправь 500, 1000, как бы, я покидываю им. Согласно официальному ответу из Краевого Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на март этого года в списке нуждающихся свыше 8000 человек. Из них людей старше 18 лет почти 7000. Судебное решение на руках у 2000 человек, из них в Шилкинском районе 74. Полина Кутузова в очередь на жилье встала в 15-м году. Ее номер в очереди на квартиру перевалил за отметку в 5000. Сегодня она жительница Иркутска. Там же 22-летняя девушка в надежде заиметь свою крышу над головой нарвалась на аферистов, которые развели беднягу на деньги. Путь к заветным квадратам за Байкалью. Сирот разный, но зачастую одинаково тяжелый. И мы продолжим рассказывать о тех, кому нужна помощь. Ведь если за всем этим безобразием спокойно наблюдают забайкальские власти, то представители силовых структур после выхода подобных материалов, сложа руки, точно не сидят. С приходом весны в Чите оттаяла замерзшая под слоем снега одна из многочисленных проблем города – уличный мусор. Подробности расскажет Екатерина Андреева. Весна должна радовать наступлением теплых дней и давать надежду на новую жизнь. Но только не в Чите. У нас весна пришла, как всегда, неожиданно, раскрыв всю красоту на улицах. Снег растаял, и горы мусора открылись взором горожан. Коммунальные службы, похоже, игнорируют проблему, поскольку на календаре конец марта, а уборочной техники никто не видел в глаза. Мэрия не приступала к уборке тротуаров, газонов и проезжих частей. В начале февраля сити-менеджер Инна Щеглова во время городской планерки, где она, к слову, редкий гость, сама заявила, что улицы Читы не убираются. И, собственно, все. Заявила и заявила. Кочетково. Не очень чистая улица. Ну, Таежная еще. Более-менее ее облагородили. А так, в общем-то, Чита грязный город. Сейчас снег сошел, все это вылезло наружу. Так что нашему сити-менеджеру есть чем заняться, кроме того, как убирать вот эти разукрашенные покрышки, вместо которых ничего не поставили. Грязь во всем городе бросается в глаза. Так же, как и дыры в асфальте, горы мусора, незаконченный ремонт улиц и бесконечные букеты вот таких подснежников на тротуарах от животных и их хозяев. Но бульварная улица – это ужас. Позор всем начальникам. Найти в Чите можно много интересного. Одни выкидывали мусор, где попало, другие зимой это не убирали. С наступлением весны мусор вылез из-под снега и неорганично вписался в ландшафт города. По словам жителей краевой столицы, на горожанах тоже лежит часть вины за бардак на улицах. Чисто там, где не убирают, а там, где не мусорят. Это же половину людей сами сделали. Просто люди идут, бросают и всё. И нет никому до этого дела. Новобульварная, Тимирязева, Анохина, Полина и Осипенко – это лишь малая часть улиц, где хаотично навалены пластиковые бутылки, покрышки, пакеты, ржавая арматура. И как верно отмечают жители мусорной столицы, отходов с каждым днём становится всё больше. Вы сами видите, что не очень-то замечательно. Хочется, чтобы было бы получше и наводили порядок. Уже раздождались. Но есть и читинцы так слепо любящие город, что не замечают грязь и мусор. А может, скопившиеся отходы просто привычны глазу? Чита наша хорошая, красивая. У нас нет грязных улиц, у нас всё чисто. Прогуливаясь по центральным улицам, мы заметили, что они выглядят прибранными. Но если свернуть во дворы, то можно увидеть совсем другую картину. Конечно, растаял то, что оставалось по земле. Ничего, нормально, пойдёт. Ещё почистят и будет хорошо. А между тем, есть развитые и цивилизованные регионы России, где давно вводят штрафы не только за выкидывание мусора, но даже за плевки на улице. И это работает. Так Ярославская область первая в стране и третья в мире ввела ответственность за плевки в общественном месте. В областном правительстве уточнили, что штраф за плевок в общественном месте составит полторы тысячи рублей, а в случае повторного нарушения — три тысячи. Новая форма ответственности появилась в региональном законе об административных правонарушениях. Вы игнорировали мой вопрос относительно магнитофона. Фу на вас. А что же в Чите? Сети-менеджер Щеглова давно абстрагировался от городских проблем, учится в школе губернаторов в столице, поёт, пляшет и держит кулачки. А город между тем погружается в грязь и мусор. В общем, Чита встречает весну. Екатерина Андреева, Анастасия Шадрина, Иван Корнев, САП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой, под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах и делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До скорых встреч. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ЗАП-ТВ. 22 марта, пятница. Температура воздуха ночью составит минус 4 градуса, днем плюс 6. Облачно, возможно осадки, ветер слабый, с порывами до 11 метров в секунду. У меня на этом все. Хорошего вам дня! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!